Слово для доклада представляется Денису Борисовичу Дегтярьеву. Слово для доклада представляется Денису Борисовичу Дегтярьеву. Слово для доклада представляется Денису Борисовичу Дегтярьеву. Целая, пожалуй, работа научная была опубликована в 2017 году. Организация экономического сотрудничества и развития ОСР. Называется «На взгляд на здоровье-2017». ОСР объединяет 35 крупнейших экономик и сейчас еще несколько стран-партнеров, к которым относится и Россия. Формально она не входит, но тем не менее при анализе этих показателей здоровья Россия, Китай и Индия были включены в это исследование. Что такое организация экономического сотрудничества? Это страны с наибольшим экономическим развитием, которые создают более 50% волового внутреннего продукта мирового. И население их составляет 1,3 миллиарда человек. Какова ожидаемая продолжительность жизни при рождении? Основной показатель продолжительности жизни – это показатель расчетный. Он определяется исходя из состояния здоровья населения на текущий момент и тех заболеваний, которые приводят закономерно к смерти по достижении определенного возраста. То есть, этот показатель может меняться и, как правило, он меняется в лучшую сторону при успехах в лечении тех или иных заболеваний, которые определяют в основном смертность. Итак, средняя продолжительность жизни при рождении составила 86-х лет. Лидерами в этой группе стран являются Япония – 83,9, Испания и Швейцария – 83, Италия – 82,6. Дальше идут другие страны, в том числе Германия – 87, то есть, это такой середнячок получается крепкий. США – 78,8, Китай – 76. Россия находится практически в самом конце этого списка, ожидаемой продолжительностью жизни – 71,3 года. За нами идут только Индонезия – 69,1, Индия – 68,3, Южная Африка – 57,4. То есть, мы находимся практически внизу этого списка стран, которые вносят основной вклад в мировую экономику. Организация экономического сотрудничества, сразу практически комментирую эти данные, говорит о том, что основной причиной такого снижения, вернее, такого недостаточного роста, скажем так, продолжительной жизни в нашей стране послужили экономические потрясения 1991 года. Их опасное поведение в отношении здоровья жителей, работников трудоспособного возраста, в основном мужчин. Что отмечается в этом докладе? Там проанализировано рост продолжительности жизни с 1970 до 2015 года. В среднем, этот показатель возрос на 10 лет. В России этот показатель вырос всего на 3 года. Следующий пункт, который отражен в этом докладе – это разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Практически во всех странах наблюдается эта разница. Она обусловлена отчасти и, скажем так, нашими видовыми особенностями. И это является неустранимым, потому что мужской пол является фактором риска развития некоторых заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и кроме того, здесь имеют значение и риски, связанные с образом жизни и с трудом. Потому что традиционно мужчины все-таки трудятся в более опасных и вредных условиях, выполняют более тяжелые работы, что не может не сказаться на общей продолжительности жизни мужчин. Это сказывается. Что происходит с ожидаемой продолжительностью жизни мужчин в Российской Федерации? По данным этого анализа она составила 65,9 лет. И вот давайте сопоставим эту цифру с планкой пенсионного возраста, который установлен для наших мужчин. 65 лет. То есть, остается дожить на пенсии 11 месяцев. Женщины немножко в лучшем положении находятся. Ожидаем продолжительность жизни женщин 73,4 года. Ну, соответственно, практически 10 лет после нынешней пенсионной реформы еще женщинам суждено, так сказать, но уже без мужчин. Тем же, кому повезет дожить до 65, как мы видим, это очевидно будет немного мужчин, да? Значит, повезло немножко больше. Они могут прожить еще около 15 лет. Видимо, на вот эти оптимистические цифры и ориентировалось наше правительство, когда, так сказать, повышало пенсионный возраст. То есть, те, кто доживет, они, может быть, эти годы протянуты. Но, но, есть еще один показатель. Это ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в среднем по ОСР составляет 6 лет. К сожалению, да. После пенсии или что, 6 лет? После 65 лет. После 65 лет. Да, это такая отсечка, определяется время дожития после 65 лет и продолжительность здоровой жизни. Продолжительность здоровой жизни. Так вот, в этом докладе расчет для России времени дожития отсутствует. Потому что для этого расчета необходимы данные, которые предоставляет, собственно, сама страна. Здесь, к сожалению, мы не можем сказать, и этот на руку, надо сказать, нашим, так сказать, правителям, да, что такие цифры не приводятся. Но, если мы посмотрим на те страны, у которых время дожития примерно такое же, как у нас, и те страны, которые, собственно, это страны Восточной Европы, да, и страны, которые, ну, страны социалистического ландерия, в том числе и бывшие республики Советского Союза. То есть, так вот, продолжительность здоровой жизни для Латвии 4,1 года, для Словакии 4 года, в Венгрии 5,9. Я думаю, что мы можем, так сказать, взять на себя смелость утверждать, что продолжительность здоровой жизни в России будет не сильно больше, чем в этих странах. При том, что уровень затрат на здравоохранение в этих перечисленных странах выше, чем в Российской Федерации, и выше эффективность затрат на здравоохранение, о чем я еще буду говорить. Таким образом, можно утверждать, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни не превысит 4-5 лет. Соответственно, после выхода на пенсию, те, кому посчастливится это сделать, смогут наслаждаться, так сказать, жизнью в течение ограниченного весьма периода времени. После чего их активность будет ограничена болезнями, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. Те, кто задумал эту пенсионную реформу, они не учли еще один факт, что вот этот фактор, который, вот этот разрыв между выходом на пенсию и продолжительностью здоровой жизни, он очень важен, потому что расходы на здравоохранение резко возрастают после того, как через вот этот промежуток времени. Но в среднем это составляет 10 лет. Через 10 лет расходы на здравоохранение резко возрастают. Вообще, больше всего денег тратится на здоровье у человека в последний год его жизни. На самом деле, да? Таким образом, приближая, так сказать, пенсионный возраст к времени вообще дожития, тем самым получается двойной удар по экономике вместо выигрыша. Значит, одновременно с выплатой пенсии надо будет потратить большие деньги на, соответственно, на медицинское обеспечение. Что приведет к тому, что дефицит пенсионного фонда перейдет плавно в дефицит фондов медицинского страхования. Что сейчас, кстати, происходит в Соединенных Штатах Америки. Здесь, значит, то есть все проблемы, которые не решаются российским правительством, они просто переносятся немножко, отодвигаются вдаль. Но дальше это все будет двигаться, будет двигаться как снежный ком. Как снежный ком. Следующий фактор, который влияет на продолжительность жизни, на продолжительность жизни, это уровень образования. Вот в этом исследовании четко было совершенно показано, что уровень образования влияет на продолжительность жизни. Средние цифры люди с более высоким уровнем образования, то есть это выше школьного считается, живот 53,4, значит, без, ну это даже, значит, без 47,8. Это после 30, после 30 лет. То есть, вот, и в среднем, в среднем разница, значит, влияние фактора высшего образования на продолжительность жизни порядка 10%. Есть страны, где разрыв очень значительный. Это Словакия, Эстония, Польша, Венгрия, Латвия, Чехия. То есть, там разрыв между людьми с низким образованием и высоким образованием больше 10 лет. Больше 10 лет. О чем это говорит? Ну, первое, это о том, о чем говорил Александр Владимирович. Люди с более высоким уровнем образования начинают более позже свою трудовую жизнь. Второе, как правило, они трудятся в более благоприятных условиях по сравнению с теми, кто имеет более низкий уровень образования. Третий момент, эти люди более сознательно относятся к своему здоровью, в том числе. То есть, у людей с более высоким уровнем образования, меньше потребления алкоголя, меньше курения. Они в большей степени информированы о медицинских услугах, о том, куда можно обратиться, где можно получить медицинские услуги. И более привержены к лечению. То есть, они соблюдают режим, соблюдают прием медикаментов. Все это сказывается в конечном итоге на увеличении продолжительности жизни. Следующий аспект – это затраты на медицину, затраты на здравоохранение. Здесь Россия тоже далеко не в лидерах находится. Далеко не в лидерах. Значит, в пересчете на доллары, на душу населения приходится 1351 доллар. Для сравнения, в Японии – 4436, в Германии – 5353, в Литве – 1883, в Латвии – 1434. То есть, даже в Латвии больше, чем у нас. Ну, а за нами идут Турция – 992, Индонезия – 302, Индия – 269. Но помимо вот этих показательных, то есть, абсолютных, есть еще влияние. То есть, какой эффект оказывает количество затраченных денег на здоровье. То есть, в этой статье приведены графики, есть расчетная кривая, которая показывает зависимость между затратами на здравоохранение и, соответственно, эффектом на увеличение продолжительности жизни. Вот есть страны, которые находятся выше этой кривой. То есть, это Япония, это Испания, это Швейцария. То есть, там, где затраты более эффективны на здравоохранение. Несмотря на то, что они в абсолютном измерении меньше, чем, допустим, в Соединенных Штатах, которые находятся под кривой. То есть, расходы на здравоохранение больше, а продолжительность жизни меньше. Россия, мало того, что находится в самом низу, опять-таки, по расходам на здравоохранение, кроме того, она находится под кривой. То есть, те скудные средства, которые выделяются на здравоохранение, они, кроме того, еще крайне неэффективно расходуются. Примеры этого расходования мы можем видеть вокруг себя. Построены крупные центры во всех федеральных округах. Огромные деньги вложены в оборудование. В результате, центры стоят, потому что они работают по квотам. Квоты заканчиваются даже 6-8 месяцев. Дальше наступает простой, потому что... Ну, или, так сказать, перебиваются как-то платными услугами. Просто потому, что деньги закончились. Кроме этого, во многих местах просто нет специалистов, которые бы использовали, эксплуатировали это оборудование. И в то же время, рядом с оснащением самым высокотехнологичным оборудованием сопутствует отсутствие самых минимальных, необходимых медикаментов, расходных материалов, перчаток, салфеток и так далее. То есть, то, что стоит дешево, не закупается. То, что стоит дорого, закупается. Во многих больницах стоят по несколько компьютерных томографов, МРТ дополнительные. Сейчас уже вот вроде насытили, уже больше ставить некуда. У нас, допустим, в Петербурге больше МРТ, чем во всей Финляндии. При том, что численность населения, к примеру, она одинакова. Нет проблем, можно сделать любое диагностическое исследование без всякой очереди. Просто непонятно, что дальше-то с этим делать. Где человек будет лечиться. И такая же ситуация наблюдается, собственно говоря, и с уровнем доходов населения. Аналогичная практически кривая, потому что еще один фактор существенный, который влияет на состояние здоровья и на продолжительность жизни – это доход на душу населения. То есть, доля внутреннего валового продукта, который приходится на душу населения. Значит, Россия здесь, опять-таки, находится на одном из последних мест. И, опять-таки, находится под кривой. Под кривой. То есть, о чем это говорит? О том, что даже те доходы, которые, вроде как, приходятся на душу населения, они, опять-таки, распределяются крайне неравномерно. То есть, это говорит о том, что распределение доходов крайне несправедливое, что большинство населения отстранено от, так сказать, вот этих участия в этом. И никакой пользы, к сожалению, для себя от этого не получает. Для себя не получает. И таким образом мы видим здесь несколько аспектов, несколько аспектов, которые… Часть из которых, так сказать, возможно, изменить активными действиями профсоюза, на часть из них мы повлиять никак не можем. Ну вот, например, увеличение медицинских расходов. Опять-таки, в этой работе показано, что увеличение медицинских расходов государства на человека в год на 10% увеличивает продолжительность жизни на 3,5 месяца. Что могут сделать в данной ситуации профсоюзы? Профсоюзы могут и должны использовать тот ресурс, неизрасходованный, который есть даже на том уровне финансирования, который сейчас наблюдается. То есть, это более рациональное использование доходов. Известно, что профилактическая медицина и первичное звено – вот то, что определяет состояние здоровья населения, и основное влияние – не высокотехнологичные методы, не специализированная, высококвалифицированная помощь, которая, безусловно, является украшением, так сказать, медицины, является гордостью медицины, является, так сказать, свидетельством того, что общество может оказывать и государству помощь, в том числе, больным со сложными, с редкими заболеваниями и так далее. То есть, это такая витрина определенная. Но в целом на здоровье нации и на продолжительность жизни она оказывает наименьшее влияние. Профсоюзы могут и должны повлиять именно на профилактический аспект. Даже взять то же проведение медицинских осмотров. Работодатель проводит медицинские осмотры по принципу «а где бы делать это проще, формальнее и дешевле?». Нет его заинтересованности в том, чтобы получить достоверную информацию о состоянии здоровья работников и дальше ее как-то использовать. К чему это приводит? Приводит это к тому, что у нас в стране, допустим, регистрируется ежегодно всего 8-12 тысяч, ну так, в среднем, 8-12 тысяч случаев профессиональных заболеваний. Это примерно столько же, сколько ежегодно регистрируется в Финляндии. Сравните население Финляндии и население России. 147 миллионов и 5 миллионов меньше. Меньше уже? 146. 146. А в Соединенных Штатах регистрируется более 500 тысяч заболеваний, профессиональных и связанных с занятостью заболеваний. То есть, явно, что у нас вот эта система работает в сторону занижения профессиональной заболеваемости. Это значит, что заболевания не выявляются на ранней стадии, когда они могут быть скорректированы. Они не выявляются тогда, когда человек, когда можно предпринять меры, в том числе, да, и по улучшению условий труда, по охране труда, для того, чтобы не допустить развития в дальнейшем этого заболевания. У нас, получается, еще из-за, так сказать, за низкой заработной платы, из-за того, что во вредных и опасных условиях эта заработная плата немножко больше, значит, работники порою сами скрывают и, так сказать, не заинтересованы сами, получается, да. То есть, это их жизненный, на самом деле, интерес, но сиюминутно они не заинтересованы в том, чтобы у них выявлены были начальные признаки профзаболевания. Потому что тогда они, скорее всего, лишатся этой работы, а гарантии трудоустройства человека нет. И вот это еще одно направление работы профсоюзом. Через колдоговор обязать работодателя проводить переобучение, если нет возможности устроить его на своем предприятии, на труд в менее опасных условиях, проводить переобучение, так сказать, обеспечивать такой человеку определенные выплаты для того, чтобы он мог перейти на другую работу, а не продолжал гробить здоровье, которое уже подорвано работой в этих вредных условиях. Далее. Образ жизни. Образ жизни. Изменение, улучшение образа жизни на 10% приводит к увеличению продолжительности жизни на 2,6 месяца. На 2,6 месяца. Здесь мы уже говорили о том, что образ жизни связан с уровнем образования. Уровень образования – это тоже аспект, на который могут и должны влиять профсоюзы. И прежде всего через сокращение рабочего времени. Потому что для того, чтобы человек мог получить дополнительное образование, понятно, что работающий, он не может, так сказать, взрослый человек, уже имеющий семью, он не может оставить работу и пойти учиться. У него не будет источников дохода. Значит, он должен иметь возможность получить дополнительное образование в свое свободное время. Для этого это время ему нужно обеспечить. И для обеспечения свободного времени необходимо два момента. Первый момент – это сокращение продолжительности рабочего дня. И второе – это материальное обеспечение этого образования. Свободное время. Потому что свободное время, естественно, оно должно быть материально обеспечено. Соответственно, два аспекта. Это борьба за уменьшение продолжительности рабочего дня. И второе – это борьба за увеличение заработной платы, доведение ее до стоимости рабочей силы. Что касается уровня дохода. Вот здесь мы подходим к следующему аспекту. То есть, увеличение той доли продукта, который получает работник, непосредственно занятый в производстве. Борьба за увеличение заработной платы, за доведение до стоимости рабочей силы – это и есть борьба за увеличение вот этой доли, увеличение, которое, соответственно, приводит, и мы это видим из синтетических данных, приводит к увеличению продолжительности жизни. И этот аспект, который, так сказать, мы не должны спускать из виду, говоря о сокращении рабочего времени. При этом не надо думать о том, что мы требуем чего-то невозможного, что надо повышать бесконечно, и, дескать, тогда человек будет бессмертен. На самом деле, конечно, этого нет. Доказано, что повышение продажительности жизни идет до определенного уровня. Когда достигается определенный уровень, связанный с насыщением потребностей первого, ну, будем говорить, первого-второго уровня, то есть это базовые потребности жизни и потребности безопасности, куда входит, в том числе и медицинское обеспечение, дальше уже роста не происходит. А вот снижение доходов, снижение доходов, оно критически сказывается. То есть падение уровня доходов приводит к ухудшению здоровья и, соответственно, к уменьшению продолжительности жизни. И здесь важный аспект, на который тоже должны обращать внимание профсоюзы, бороться. Это стабильность доходов. Потому что в большей степени даже, чем рост дохода на состояние здоровья и продолжительности жизни, влияет именно стабильность. Резкие повышения, допустим, связанные с выигрышами какими-то, с выплатой вознаграждения, они зачастую провоцируют опасное поведение, алкогольный эксцесс и так далее. То есть наоборот, эффект может быть обратный. А вот стабильный доход, он как раз способствует увеличению продолжительности жизни. Значит, низкостабильный? Нет, не низкостабильный, а достаточный. Достаточный, конечно. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы довести зарплату до стоимости рабочей силы. И на этом я, говоря о стабильности, говорю о том, что человек не должен думать о том, что он может каждую минуту лишиться заработка. Для этого есть определенные механизмы, которые нужно закладывать в коллективные договоры, нужно добиваться их выполнения. В частности, это то, что основная часть заработной платы должна составлять базовую, а не меньше 80%. То есть человек не должен... Да, а, так сказать, бонусная, дополнительная выплата 20%. Соответственно, у нас же зачастую ситуация обратная наблюдается, что основная часть заработной платы очень маленькая, вся остальная целиком находится в ведении начальника, причем непосредственного даже. То есть он может выплатить, может ее не выплатить. Соответственно, вот эта неуверенность в завтрашнем дне и неуверенность в своих доходах, она порождает в том числе и разные варианты, так сказать, опасного в отношении здоровья и поведения. В этой же работе было доказано, что, например, здоровье питание, оно не очень сильно влияет на продолжительность жизни. Так, например, за 20 лет потребление свежих овощей в этих странах выросло всего на 2%. То есть, ну, скорее всего, все-таки в основном питание было хорошее, да. И, кстати, на примере Соединенных Штатов видно, что плохое питание – это высококалорийное, но бедное пищевыми волокнами и витаминами, оно как раз и приводит к ухудшению здоровья населения. Эта эпидемия ожирения, которая наблюдает в Соединенных Штатах, это одна из причин низкой относительно их доходов, низкой продолжительности жизни. Также не влияет практически уровень загрязнения воздуха статистически. Ну, во-первых, здесь, наверное, сказались два момента. Первое – это то, что во всех этих странах практически за 30 лет происходило постепенное улучшение. показатели воздуха. И второе – то, что в краткосрочной перспективе довольно сложно отследить влияние именно загрязнений. Ну, конечно, там, где оно зашкаливает, да, это, так сказать, крупные промышленные центры, там, естественно, это влияние есть. Но в целом на, так сказать, весь пул работников оно не влияет. Ну, и по образованию мы здесь уже говорили, а вот то, что касается России, да, вот еще факторы, которые существенно влияют, это рискованное, так называемое, поведение. В чем оно выражается? Оно выражается в том числе и в недостаточной, так сказать, в пренебрежении и здоровья, и в пренебрежении правилами техники безопасности, охраны труда, что приводит к ранней и сверхсмертности, в том числе и сверхсмертности людей трудоспособного возраста. И здесь профсоюзы должны обратить внимание на молодежь. Молодые работники, это работники в возрасте до 24 лет, они в несколько раз больше подвержены производственным травмам и смертность среди них, также значительно выше, чем среди опытных работников. Так, например, риск травмироваться в первый месяц после поступления на работу, он в разы выше, чем через год работы. Поэтому необходимо уделять внимание именно молодым работникам, поступающим на работу, это проведение инструктажа, это введение института, возвращение, скажем так, института наставничества. То есть, работа с тем контингентом, который определяет значительное снижение продолжительности жизни у мужчин. Ну и, наконец, заключение. Я бы хотел остановиться также на вопросе, на общем, для всех работников, это вопросы производственного травматизма и профзаболеваемости. Значит, вот этот аспект, на который профсоюзы должны обязательно обращать самое пристальное внимание. Потому что здесь потери среди населения идут. Так, цифры сейчас я вам приведу. Цифра. Очень значительная. Где у вас стоит эта штука? Прошу прощения. 2,78 миллиона человек погибает ежегодно. И более трассе нет. В мире, в мире, в мире. Да, в результате производственных травм и заболеваний, связанных с производством. И более 300 миллионов получают травмы нелетальные и заболевания, которые связаны с утратой трудоспособности. Порядка 4% общего мирового продукта тратится на то, чтобы справиться с последствиями вот этих вот... Значит, связанных с производством заболеваний и травм. Соответственно, работа по улучшению условий труда, по охране труда, работа в комиссиях в наших условиях, это по спецоценке, это работа уполномоченных, общественных уполномоченных по охране труда. Очень важна для того, чтобы реально повлиять на производственный травматизм и про заболеваемость. Вот таковы основные направления работы профсоюзов. И здесь я хотел бы отметить, что в условиях, когда государство российское представляет в основном интересы работодателей, Кроме профсоюзов, а профсоюзы не надо рассматривать как какую-то внешнюю структуру. К сожалению, работники зачастую думают, что где-то кто-то придет, добрый дядя из профсоюза, и решит их проблемы. Профсоюзы – это мы сами. Мы сами, объединившись, должны решать эти проблемы. И сейчас мы видим при таком обширном наступлении на права трудящихся, что без активных действий по уменьшению, по сокращению рабочего дня, по увеличению заработной платы, по улучшению условий труда, не добиться ни здоровья, ни для себя, ни для наших будущих поколений. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok